Бэта-ресервис это аккумуляторы, тестеры и зарядные устройства. Сходите на их сайт, ссылка в описании. Здравствуйте, товарищи! Это рубрика Мотозона и скажу я вам, что гаражи это самая настоящая сокровищница для любителей техники. Я сейчас в городе Нижний Новгород и приехал сюда потому, что за одной из таких вот металлических дверей стоит очень любопытный байк. На данный момент это, вероятно, будет самый старый мотоцикл на моем канале. О том, что этот проект закончили, я узнал, по-моему, пару лет назад, но только теперь добрался, так что пойдемте скорее в закрома. Прикол в том, что сюда, в Нижний, мы приехали на автомобиле марки Audi. И вот я сейчас смотрю на этот байк, который выпустили больше 60 лет назад, и вижу на крышке бака ту же самую эмблему. Те же самые четыре кольца, что на нашем автомобиле, но тогда они значили нечто иное. Многие из вас в курсе, что была компания Автоюнион, в которой были четыре бренда. Это Ван Деррер, это ДКВ, это Хорьх, это Ауди. Ну, Хорьх это прям такой топчик. Топчик был. Ван Деррер, наоборот, бюджетная марка. А вот что касается ДКВ, то с очень большой долей условности ее, наверное, можно сравнить, ну, предположим, с мотоциклетным подразделением Ямаха. То есть она делала самые разные мотоциклы, и достаточно повседневные в том числе. Но в любом случае, линейка была широкая по тем временам и достаточно разнообразная. Как можно догадаться по названию модели, здесь 200-кубовый двигатель. Это двухтактник одноцилиндровой мощностью 7 лошадиных сил. Сегодня величина воображения не поражает, прямо скажем, но вспоминаем, в каких годах все это было сделано. Эту модель начали выпускать в 1933 году и в начале 1939 закончили. Было, кстати, две версии, которые между собой отличались, но не сказать, чтобы радикально. В любом случае, 7 лошадиных сил и 200 кубиков по тем временам вполне себе нормальная мощность и нормальный объем соответственно. Коробка передач 4-х ступенчатая, но тоже не в простоте сделанная, потому что на 3 скорости у нас 2 нейтралки. Первая нейтралка, вторая нейтралка, третья. Переключение ручное, ну тогда это был практически стандарт. Естественно, запуск двигателя с помощью кикстартера. Знаете что, если этот мотоцикл чем-то вот действительно радикально и по-настоящему отличается от современных двухколесных машин, то первое из таких отличий рама. Сегодня так, замечу в скобках, к счастью, уже не делают. Рама сборная, стоит из штампованных деталей. И, полагаю, тогда слово жесткость имело какое-то другое значение, потому что, ну, современным взглядом на это все глядят и понимают, что рама хлипенькая. В передаче ко всему это забавно. Она еще и разомкнутая, то есть двигатель здесь это часть силовой конструкции. С другой стороны, 7 лошадиных сил. С другой стороны, это 30-е годы. С другой стороны, это 3 передачи. И с другой стороны, это другой мир с совершенно другими дорожными условиями. И вообще странно, конечно, оценивать мерками 21 века машину, построенную в первой половине 20-го. Мотоцикл достался нам в 2002 году, то есть эта находка была в Нижнем Новгороде. То есть он здесь местный, но был достаточно в таком плачевном состоянии. После чего была приведена ревизия недостающих деталей. И он был забыт, наверное, до 2015 года. После чего мы уже тут начали его комплектовать. Как-то что-то собирать на черновую. Все было достаточно трудно, печально. Запчастей как бы не было. Но, тем не менее, мы его к 2019 году победили. Пара любопытных деталей с той стороны мотоцикла. Наличествуют, во-первых, тормозные системы. Тормоза есть на обоих колесах, на переднем и на заднем. Но это тормоза барабанные. Причем сами барабаны таких размеров, что, опять же, несложно догадаться, что тогда были другие требования к их эффективности. Среди забавных деталей педаль заднего тормоза. Она располагается, ну, противоположным образом, нежели на нынешних мотоциклах. То есть нажимать ее следовало пяткой. Кроме того, есть очень трогательная деталь. Это такой вот велосипедный насос, который у нас на кожухе цепи установлен. У меня в детстве на велике было что-то очень похожее. С тех времен, конечно, уже появились компрессоры электрические. Но тогда все было иначе. Передняя подвеска, кстати, очень клево выглядит. Она рычажная. Здесь у нас пружина имеется. Амурцы тогда еще и не устанавливали. Что касается фары, приборного щитка, бака и всех прочих мелочей. Очень часто в комментах к видосам про какие-то старинные машины, которые кто-то переделал, можно услышать, лучше бы восстановил. Это огромная работа. Потому что когда ты берешься за подобный проект, то окей, рама, мотор, какие-то крупные детали, их еще можно найти. А вот рычажочки, а вот стрелочки, а вот крышечки, а вот всякая мелочь, это уже целый квест. То есть у владельца этого байка два года работы ушло на то, чтобы довести его до идеального состояния. Состояние здесь действительно отличное. С другой стороны, фару он просто очень долго искал. А вот что касается приборочки, с ней все вышло еще сложнее. Есть мировые площадки, интернет-площадки, общения, выставки, различные мероприятия, где мы общаемся все друг с другом. Друг другу в чем-то помогаем, подсказываем. И тем самым что-то как-то подбираем, находим, комплектуем. Найти было сложно в данных моделях эта фара. Фару найти это просто нереально невозможно. Но победимый как бы. Спидометр, сигнал, коробка SP20. Вот этот момент, который присутствует в данной модели. Остальное по большому счету. Оригинал 97%. Недостающих деталей здесь нет. 3%-ного дела. Табло спидометра нам найти не удалось. Пришлось его самому делать. И резина, соответственно, тоже. То есть с тех времен резина не производится, не выпускается. То есть приходится ставить под оригинал. Из той же серии топливный бак. Потому что вот сейчас вы видите его в кадре. Это нормальный бак старинного немецкого мотоцикла. На самом деле он был дырявый, как решето. Его проливали полиэфирной смолой. И на самом деле, вот по сути дела, это практически композитный топливный бак. Хотя, да, там остались и металлические фрагменты от оригинала. В общем, на самом деле, здесь зарыто намного больше работы, чем можно подумать на первый взгляд. И еще интересная фишка. Заднее крыло состоит из двух частей, которые соединены вот такой вот петелькой. То есть эту дугу мы можем легко отвинтить, поднять заднюю часть крыла и выкатить колесо. То есть об этом немцы тоже подумали. Кстати, сейчас здесь покрышки Emitos современные, естественно, потому что оригинальные шины никто не использует, по понятным причинам. Однако некоторые их хранят и владелец байка из их числа. Вот какая покрышка была на мотоцикле изначально. Это Dunlop. Dunlop британская марка, которая появилась в 1888 году. Но есть маркировка Made in Germany. То есть, соответственно, это, видимо, продукция немецкого подразделения. Если мы внимательно посмотрим на эту покрышечку, то найдем здесь, среди прочего, аж портрет самого Джона Dunlop, который здесь напоминает то ли Льва Толстого, то ли Карла Маркса. ДКВшек, на самом деле, в России очень много. То есть, ну, по всей, грубо говоря, там Москва, Питер возьмем, там какие-то, ну, различные города. То есть мы как бы все находим в сообществе. Есть форум ДКВшный, где мы все общаемся. Но ДКВшек много. Поразило то, что двигатель, это идет несущая часть рамы, очень интересная вилка, ну, и, соответственно, сухая полностью рама. То есть задняя часть только на пружинах самого сидения. Вот скажу честно, я вообще не хотел монтировать этот видос. Просто в тот день у старинного немецкого байка, видите ли, не нашлось настроения нас покатать. В конечном счете мы были готовы удовлетвориться просто звуком старинного двигателя. Но и его в конечном счете не услышали. Ну, не шмогла я, не шмогла. Как бы сказал нам древний ДКВ, и пришлось отбыть в Москву несолно хлебавши. То есть до Нижнего мы блистательно доехали, но даже кружок по гаражам дать не смогли. Все, выбрасываем белый флаг, да, потому что этот капризный 83-летний дед, видите ли, отказывается заводиться. Свечку проверяли, пшикалка и пшикали, он не работает, хоть ты тресни. Поэтому сей видос будет считаться первой серией, посвященной ДКВ СБ-200, потому что та рама, которую я вам показывал, она станет целым законченным мотоциклом. Причем, как уверяют, вполне себе ездовым, в отличие от нашего сегодняшнего экспоната. В общем, я уже владельцу сказал, что езда на заднем вмешряде просто теперь непременный атрибут нашей следующей съемки. А на сегодня, пожалуй, что все. Так что с вас, как обычно, лайки, дизлайки, ну и, разумеется, комментарии экспертов.